В классе четвёрка, байдарка, мужчины. По порядку представлю, кто будет брать старт в этом заезде. Спортсмены из России по первой воде. Антон Васильев, Евгений Салахов, Алексей Малышев и Роман Зарубин. Очень опытный, достаточно сильный экипаж. По второй воде спортсмены из Германии. По третьей воде поляки. По четвёртой воде Словакия. По пятой воде спортсмены из Белоруссии. По шестой воде венгры. По седьмой румыны. По восьмой спортсмены из Болгарии. И по девятой воде литовцы. Дан старт и спортсмены просто рванулись вперёд. Феноменальная скорость. Мне кажется, просто взлетают спортсмены. И берут лидерство сейчас в свои руки спортсмены из Словакии. Россияне. Россияне, а дальше Словакия. Но разница минимальная. Просто минимальная. Поэтому надо сейчас выйти вперёд. Ещё сделать усилия и выйти вперёд. И удержать это лидерство. Посмотрите-ка. Спортсмены из России сейчас лидируют. Нет. Словакия лидирует. Венгры выходят на вторую позицию. Россияне только третьи. Россияне третьи. Но надо потерпеть. Надо потерпеть догнать Словаков. Это очень тяжело. Но это надо сделать. Совсем немного остаётся Словакия. Словакия забирают золотую медаль. Венгры вторые. И россиянам, мне кажется, уже и не светила призовая награда. Словаки заняли первое место. Прекрасную греблю показали. Хорошо отработали. Очень быстро проходит заезд. Буквально какие-то там минута с лишним. Так хочется много сказать. Не получается. Просто не хватает времени для этого. Те мощные мужчины, которые борются. Борются за звание сильнейших спортсменов, сильнейших грибцов в мире. Поляки на третьей позиции финишировали. Рихард Ритстафер, Михаил Ритстафер, Роберт Эрбан и Эрик Влсек. Чемпионы мира 2006 года. Спортсмены из Словакии. Это обязательная проверка лодок. Венгры вторые, третьи поляки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова